Запись пошла, раз-два-три, поехали. Я сегодня буду вас раздражать, наверное, своими ленточками на рукавах, но мне это безумно нравится. Я такая вот прям монахиня, вышла погулять, надела свитер и вышла погулять. Девочки, всем огромный привет, здравствуйте, меня зовут Таня, рада приветствовать вас на своем канале. На сегодня видео будет очень... Блин, соседи мои. Видео, наверное, будет долгим, поэтому приступим. Забыла надеть, блин, свои красивые колечки. Ой, как я люблю вот это все, это просто какой-то капец. Лук руки вот-вот-вот такой, прям мне очень нравится, когда ручки украшены колечками. Мы с вами говорим про дневные ароматы, про ароматы, которые я ношу в любое время года, главное днем. Главное, что это утро, главное, что это день, ароматы для завтрака, ароматы для прогулок, ароматы на работу, ароматы для офиса, ароматы на каждый день. Я сегодня покажу вам 4 аромата, самые ходовые, именно эти ароматы я повторяю, допустим, из раза в раз, когда они заканчиваются, покупаю новые, когда они заканчиваются, покупаю новые. Моя коллекция не ограничивается четырьмя ароматами, их больше, и я тоже подразделяю свои ароматы на более холодное время, на зимние ароматы, осенние, летние, вот это вот все. Сегодня не о них речь, сегодня речь именно о тех ароматах, которые я могу носить и зимой, и летом, и весной, и осенью. Главное, что этот аромат будет носиться мной днем. Первый аромат, который я буду вам сегодня показывать, это будет Джо Малончик. Вот такая вот коробочка, в которой он, собственно, находится. Джо Малончик, это Wood Sage and Sea Salt. Подглядываю во фрагрантик, уж вы меня извините. Аромат цитрусовый, морской, соленый, мускусный. Аромат 2014 года, аромат про грейпфрут, аромат про морскую соль и шалфей. Давай-ка, иди к мамочке, дорогой мой. Вот такая вот малышка у меня в размере 30 мл. Конечно же, такой аромат можно приобрести не только в 30 мл, но и в больших объемах, но я решила с первонаперво познакомиться с ним в качестве миниатюрки. Грейпфрут, соль, шалфей, морская соль, шалфей, водоросли, вот это вот все. Мне еще пахнет какими-то деревяшечками, такими намокшими, которые лежат на морском бережку. Аромат очень натуралистичный, очень природный аромат морского пляжа. Ну, никуда ты этого не денешься. Действительно, Wood Sage and Sea Salt это аромат морского пляжа. Но не азиатского морского пляжа, да, вот этого вот солнечного, когда все плавится, и вокруг такие барчики, и люди сидят с коктейлями. Нет, этот аромат больше про морской пляж северный, северное море, либо какое-то другое море, только зимой. Давайте немножко побрызгаем им воздух вокруг меня, пускай будет немножко морского бриза. Шлейфа у него нет, если честно, шлейфа у него нет, и он не диффузный, он не распространяется на всю комнату, когда вы его носите. Когда я его наношу на себя и сажусь в машину, то все мои пассажиры, которые со мной едут, они мне делают вот так вот. Таня, что ты напшикала? Он не заполняет все пространство вокруг вас, но он слышится окружающим, не только во мной окружающим. Я это все к чему? Потому что грешат Джо Малоны, вот эти колони все, очень таким нестойким свойством у них нету, там шлейфа, стойкости, диффузности. Но вы знаете, наносить раз, два сюда и один вот на холочку себе, то, конечно же, окружающие его будут чувствовать обязательно. Этот аромат не для всех, обязательно, обязательно, несмотря на то, что это бестселлер марки, это практически самый продаваемый парфюм вообще у Джо Малона, перед покупкой потестируйте, ну, прошу вас, либо покупайте маленькие вот эти отливанты, не покупайте сразу полноразмерную версию, потому что соленые ароматы это на любителя, вообще вот эта вот морская соль, вот эти водоросли все морские, это на любителя. И я его купила в порыве, знаете, страсти, когда вот мне хотелось чего-то необычного. Сладкие ароматы у меня есть, свежаки у меня есть, древесные, там вот эти вот все гурманские ароматы у меня есть. И мне хотелось чего-то такого, чего у меня вообще никогда не было, какую-то вот новиночку искру в своей коллекции парфюмерной, и я вот набрела на Джо Малончика. Многим может показаться, что он летний, потому что морская соль, море обычно у нас сопровождается летом, но нет, я его могу носить и осенью, потому что он такой немножко грустный. Это 100% ежедневный дневной аромат, холодный, морской, освежающий, пахнет очень натуралистично морем. Вот все море-любители, вот прям возрадуйтесь, обратите свое внимание. Морем, либо пляжем морским, диким, заброшенным, по которому валяются водоросли. И кто-то не собирает, и вот они валяются, и деревяшечки там, и вот этот вот весь аромат морского бриза, который вы вдыхаете вместе с морскими капельками от волн. Очень натуралистично пахнет, свежо и пахнет морем. Муж мой, когда его первый раз почувствовал от меня, говорит, пахнет спрайтом. От кого пахнет спрайтом? Serge Lutens L'eau. Это антидухи. Аромат цитрусовый, аромат свежий, аромат зеленый. Аромат 2009 года. Кстати, я о нем узнала только сейчас, это моя первая баночка. Представляете, 10 лет спустя человек пещерный Таня. Это цитрусы, мята и шалфей. Он чудесный. Он просто чудесный. У меня есть с ним маленькая предыстория. Я очень люблю ароматы с нотами лотоса. Это вообще нота лотоса, моя самая любимая в парфюмерии. Конечно же, у меня был аромат Le Parkinson's, который пахнет самым натуралистичным, таким жирненьким водным лотосом. Жил-был этот аромат у меня. Кстати, сейчас я вам его даже покажу в закромах. Вот он, вот он, Le Parkinson's. Жил-был у меня этот аромат лет 7. И, честно говоря, и мягко говоря, на седьмой год он мне уже поднадоел чутка. Я его отдала маме. Почему я вам сейчас его показываю? Потому что я взяла несколько парфюмов моей мамы и хочу сделать на них обзор аромата моей мамы. Честно говоря, после того, как я его отдала маме, я по нему очень сильно скучала. Скучала именно не по самому аромату, а по вот этому вот освежающему глотку свежего воздуха. Потому что только нота лотоса может дать вот это вот ощущение. Освежающий глоток свежего воздуха. Что? Что вы могли бы подумать? Ваша мамочка видит цель, не видит препятствий. Попались мои шаловливые ручки. Вот такие вот духи. Serge Lutens, Le, хоть убей, он мне пахнет холодным металлическим лотосом. Вот как будто ведро стоит такое холодное, железное. И в нем в воде лежат лотосы. Аромат натуралистично пахнет именно этим. Безумно свежий, акватический. Немножко лекарственный аромат. Шлейфа у него как такового нету. Не парюсь на этот счет, потому что я и так не люблю напрягать общественность своими парфюмерными предпочтениями. Если вы фанат этого аромата, и вы любили и любите сейчас этот аромат, но он вам немножко как-то надоел и кажется несовременным. Вот более современная версия этого аромата, представляете? Вполне себе аромат в офис, вполне себе аромат на каждодневную носку. Это просто прохладный металлический холодный лотос с капелькой цитрусов для интересности. Bulgari Omnia Crystalline. Этот парфюмчик я вам показывала уже, я не знаю, миллиард раз, потому что он у меня миллиард раз уже был. Вот такая вот восьмерочка, я ее называю. Знак бесконечности. Или два кольца, скрепленных между собой. Древесный, зеленый, акватический, аромат 2005 года. Вообще, я, конечно, очень люблю вот ту вот старую школу, когда делали ароматы давным-давно, прямиком их с 2000-х. Мне очень нравятся именно ароматы той закалки, потому что современные, они уже, ну, прям совсем другие. И встретить вот эту вот базу, вот это вот настроение, вот этот характер, породу, вот эту вот 2000-ую, это редкость. Теперь я обожаю, обожаю, обожаю. Этот аромат тоже оттуда. Бамбук, груша, лотос. Все. Пирамида очень простая. Для меня этот аромат чистого, свежего, морозного утра. Прекрасно подойдет под эту пресловутую, всем уже набившую сквозгомину белую рубашку, эту легендарную, понимаете. Это вот действительно аромат для такой белой, наглаженной, накрахмаленной белой рубашки. Это лотос и бамбук. Все. Больше в носке я ничего не чувствую в нем, никакого мха и так далее, который заявлен в пирамиде. Просто бамбук и лотос. Вот все гениальное просто, я так скажу. Прекрасный аромат, гениальный. Раз уж мне нравится этот аромат, раз я его так сильно люблю. Он, кстати, не стойкий, зараза. Я его ощущаю от себя часа два максимум, все, потом он исчезает. Я подумала, что куплю-ка я парфюмированную воду этого аромата. И вот, собственно, заказала кристаллайн, этот омния кристаллайн в парфюме. Эуде парфюм. У меня 25 миллилитров в форме вот такого вот камушка. И здесь вот такая золотая под розовое золото крышечка. В то время как здесь все в серебре. Такой вот металл серый. Здесь вот он розовый металл. Открываю крышечку, я такая счастливая, думаю, ура, парфюм. Наконец-то буду благоухать так благоухать кристаллайном. Открываю и понимаю, господи, это вообще не то. Это тот же аромат, только парфюмированная версия. Где та база, которая вот здесь? Где та основа? Где это все? Оно должно быть здесь, может быть, более насыщенно, но оно должно быть хоть какой-то чуть-чуть. А его нет. Это про ирис, это про пудру и это про ваниль. Что вообще? Какая ваниль, что? Какая пудра, какой ирис. Это абсолютно два разных парфюма. Девочки, если вы любите вот этот аромат, если вы вдруг его попробуете и подумаете, что вау, да, классно, но не стойко, и я закажу-ка парфюм. Нет. No, this one не надо. Потому что это не то, что там какие-то там братья. Нет. Это даже такое ощущение, что парфюмы не бывшие никогда в родстве. Эва. Так, ну и последний аромат на сегодня. Это Givenchy. Eau de Givenchy Rose. Аромат цветочный, аромат розовый, аромат мускусный и акватический. Выпущен он в 2019 году. И основные ноты здесь это роза, гиацинт и мандарины. Этот аромат, судя по названию rose, 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 это ода розочки. И маленькая предыстория, я не люблю ароматы розы. У нас недавно была годовщина с мужем, и нам надарили букетов цветов, и монобукетов роз, и сборных букетов. Все вот стоит сейчас в зале, и оно так сильно пахнет этими розами, они не так благоухают, прям вот аромат на всю квартиру, вот на всю комнату уж точно. И вот в зал я просто невозможно зайти, потому что аромат роз, он сбивает с ног. Он очень-очень сильный и насыщенный, и очень специфический. Честно сказать, я не любитель аромата роз, мне не нравится, я не люблю, как пахнут розы. Именно поэтому я не могу пользоваться уходом и вообще косметикой декоративной от Lancome, потому что их отдушки это вот стопроцентная роза. Но, возвращаясь к аромату, судя по тому, что название розе-роза, то есть ода-розе, хоть убейте, я не чувствую здесь аромата розы. Какая роза? Где она? Что? Какая роза? Ой, как красиво, как красиво, как вкусно. С такой розой, или даже что-то вот такое от шиповника здесь есть, знаете, как чай с шиповником, вот такая вот нотка шиповника тут тоже есть. С такой розочкой я готова дружить. Закрывая глаза, вот это вот все, чувствую, что пахнет стаканом со льдом, в котором плавают розочки. Стакан с водой, вода со льдом, и в ней плавают розочки. Лепестки и сами бутоны. Аромат такой акварельный, аромат такой воздушный, он как облачко, прозрачный, легкий, как будто бы переливается даже, сверкает, как водичка, как будто бы роса на цветах. Еще, кстати, самое интересное, что мне пахнет, вот мне вечно, про еду мерещится все, мне пахнет зефиром этот аромат. Зефиром без шоколада, без шоколада и вот этой вот оболочки, вот этой вот воздушной сливочной мякотью зефира. У него, кстати, нету шлейфа, как такового слышимого, но я от себя его чувствую в течение где-то двух-трех часов, потом он потихонечку, планомерно исчезает. Но так, чтобы вы шли, а за вами вот такой вот шлейф, это не про это. Но это и хорошо, потому что мы с вами сегодня говорим про дневные ароматы, про ароматы на каждый день, про ароматы корректные и деликатные, которые никого не душат, ни окружающих и ни вас. Это очень важно. Ну и все, девчонки. Поделилась с вами своими аромациями на каждый день. Вот такая вот четверочка прекрасная. Куда она все делась? Вот прекрасная четверочка у меня получилась. Очень люблю каждый из этих ароматов. Это прям мои ежедневные мастхевы. Это ароматы, которые сопровождают меня, когда я иду по делам, когда я еду в город, когда я гуляю с ребенком, когда я иду в парк, на прогулки, на встречи, куда угодно. Ароматы, которые прекрасно подойдут в офис. Это ароматы, которые прекрасно подойдут на работу. Люблю-люблю всем сердцем. Была очень рада с вами ими поделиться. Обязательно ставьте лайки, пишите комментарии этому видео. Мне будет очень приятно, дорогие мои, ваша обратная связь. Обязательно подписывайтесь на мой канал, кто еще не подписался. И всем огромное спасибо за внимание. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok